Приветствую вас с позиции психологии, с позиции психотерапии. Ваша мама безусловно травмирована, травмирована достаточно сильно. Ваша мама травмирована к большому сожалению смерти вашего отца. Вот пережить эту потерю ваша мама не смогла адекватно отблакать от болезни, отпустить в силу ряда причин. И то что происходит не сейчас это в общем-то называется застреванием. Довольно такая распространенная неприятная история, когда человек как бы по сути застревает в определенном состоянии. Не имея возможности двигаться дальше. По большому счету. Дальше. Нормально ли это? Ну для вашей мамы очевидно да. Вот. Нормально. Нормально ли это для вас? Очевидно что нет. Потому что... Вам это тяжело. Болезненно. Бескомфортно. И на мой взгляд вы находитесь в такой болезненной связи с мамой со своей. Ну вот. То есть вы мне кажется от нее зависит. Мне кажется вы в ней нуждаетесь. Вот. Близ вас у самой есть определенные сложности. Вот. Страх смерти. Как я понял. Присутствует. Присутствует. Такая вот. Ну как бы. Болезненно. Немного. Как мне показалось. Нуждаемость в бизнесе. Чтобы компенсировать ощущение своей обделенности деньгами. Которая у вас была в детстве. Из-за того что от вас собственно эти деньги прятали. Вот. И понимаете вот у меня по ощущениям нет такого чувства. Чтобы вы делали что-то. Ну что вам нравится. Только потому что вам нравится. Вот у меня нет такого ощущения. У меня это ощущение что. Все что вы делаете вы делаете потому что нужно что-то компенсировать. Вот. Это очень ведь тяжело. Когда то что ты делаешь ты можешь делать только для компенсации. Это очень сложно. Это очень. изматывающей, как мне кажется, как мне кажется, точно изматывающей, изматывающей, потому что получается, что везде нужна воля далее, вот, везде нужна вам сила воли, ну, то есть напряжение нужна, где нужна напряжение, вот, так чтобы свободно, так чтобы свободно действовать, а вот вы не можете, как мне кажется, вот, и это, конечно, серьезная проблема, как мне кажется, вот, собственно, на что вам нужно обратить внимание, да, на то, что, где вы свободны в своих действиях, где вы творчески подходите к ним, вот, а где вы действуете, как бы реактивно, вот, личные границы с мамой и проработка ваших собственных прав, которые у вас, безусловно, имеют место быть. Вот, собственно, то, что я хотел вам сказать. По сути, вот, единственный, знаешь, вопрос, а, нормально, там, вот, это, для нее, да, для вас, нет, вот, так обычно их бывает, что, что для одного человека нормы, для другого человека, нет, то, что для одного человека нормально, для другого человека недопустимо, недопустимо. И вам, мне кажется, нужно учиться слышать именно себя в этом, в этом, ну, в этих вопросах, в этих вопросах. Вот. Тогда у вас появится реальный шанс, эээ, изменить свою жизнь. Вообще, эээ, немного странно, эээ, видеть ваш вайт-ресс, ээээ, про маму, на фоне того, что вас беспокоят, эээ, другие вещи беспокоят. Вот, странно, странно это видеть. Вот, поэтому я надеюсь, что вы все-таки обратите больше внимания на себя, да, и, по крайней возможно, маме тогда будет тоже лучше. Ну, я желаю вам всего, всего. Самого доброго, я желаю вам удачи и надеюсь, что ситуация будет возвращена.